Всем доброе утро, друзья! У нас уже вот так солнышко вышло. Ночью, кстати, сильные перепады температуры. Днём очень жарко, ночью очень холодно. Как только солнце прячется за гору, сразу температура очень ощутимо падает. Ну, уже скоро зима. Даже вот по зелени видно. Уже она такая рыжевато-красноватая кое-где. Витя уже ушёл на работу. Я пришла на кухню. Хочу позавтракать. Сделала себе чай и достала йогурт. Это мне позавчера, по-моему, в пятницу, притащил опять сосед здоровенный кабачок. Это я уже часть его приготовила. Икру два раза делала кабачковую. А это перцы, которые мы в пятницу бесплатно нам в гуманитарном центре дали. Я их помыла. Немножко сейчас обсушится. Порежу мелко и заморожу. Буду готовить из них ленивый перец. Много сладкого перца. Беру разноцветный. Обжариваю с луком морковкой. Добавляю рис. Заливаю кипятком. И тушу. Свекровь меня научила так готовить. Очень по вкусу похоже на фаршированный перец. Только делается он гораздо проще. И кабачки переработаю тоже. Наверное, может быть, этот вот пожарю. Остальные перекручу на икру кабачковую. Посмотрим. Посуду еще надо будет помыть вчера вечером уже. Не на все хватило сил. Часть помыла. Остальное уже оставила на сегодня. Знаю, что сегодня буду дома весь день. Буду заниматься хозяйственными всякими делами. Еще сегодня должен прийти сантехник. Что-то там будет смотреть канализацию. Вот. Было объявление у нас на доме. Так что жду еще сегодня сантехника. Иду завтракать. Домашние дела частично сделала. Витя пришел в 12 часов на обед. Покормила его. Сажусь сейчас за компьютер. Нужно субтитры к следующему видео загрузить. Может, немножко почитаю книжку. Я вот эту вот начала читать. Узнала, что Зюськин, оказывается, автор нашумевшего парфюмера. Но я не читала парфюмера и не смотрела экранизацию. Что нужно будет восполнить пробел. А Витя вот эту вот книгу начал читать. Тоже вчера. Говорит, такая интересная. Я хочу хоть пару первых страничек посмотреть. О чем книжка. Потому что я потом буду после него ее читать. Мне хочется. Ну, заинтересовала у меня. Говорит, интересно. И немножко тут себе в планировщик дела позаписываю. Я приехала за покупками. Сначала сходила в Лейдл. Потом зашла в Мегрос. Приехала на автобусе. Тут звонит Витя. Говорит, я освободился уже с работы. Поехали собирать каштаны. Договорились, что он сейчас меня заберет на машине от магазина. И поедем собирать каштаны. Пока сезон не закончился. Приехали мы на виноградники. Где-то тут есть дерево каштановое. Сейчас пойдем светить. Не знаю где. Котик, куда? Вперед? Куда? Козочки. Нет, это не козочки. Это коровки, не овечки. Какие-то черные. А чьи коровы? И флавил? Чёрные такие. Красота. Тут вот домик такой. На винограднике. Я говорю, Витя, что тут можно жить. Он говорит, мы тут инструменты храним. Ну, видишь, доски. Доски неплотно прилегают. Так тепло. Прям чувствуется тепло от дерева. Тоненький зимой здесь. Ну, матрас какой-то есть. Кто-то тут, наверное, пытался жить. Ну, главное, бокалы с вином. Стол есть. Стулья есть. Можно жить. Ну, вот он по размеру. Не сильно, наверное, меньше того, в котором мы в кемпинге недавно останавливались. Здесь сарайчик такой с окошком. Идём искать дерево. Каштановое. Такое дерево каштановое рядом с виноградником. Здесь не очень крупные каштаны. Мелковатые даже, я бы сказала. Но Витя говорит, что... Сказала Мадлайна, что эти вкуснее. То ли сорт какой-то другой, то ли потому что растут рядом с виноградником. Не знаю, то ли тут место какое-то лучше для них. Нарвём. Попробуем. Красота такая. Солнце светит. Хорошо тут. И тихо. Коровы только колокольчиками дзынькают. Какой отсюда красивый вид. Здорово. Там автобан. За этими домами обычная кантональная дорога, по которой мы ходим. По которой ездим. И вот здесь люмина. На одном из деревьев сохранилась вот такая вот будочка. Витя говорит, что это... Она стоит на верхушке горы. Это такая... Как объяснить? Штучка для подъёма, да? Да, подъёмник. Подъёмник, в общем, такой. Там слева виноградники на горе. И внизу тоже виноградники. Её вот отсюда собирали. И опускали их. Собранный виноград туда. А раньше была типа церковь, и люди ходили, может быть, по подъёмнику по этому воту церковь. Ну, нет, это явно не для людей. Это так, что-то грузы какие-то поднимать. Витя говорит, что раньше тут где-то вот на этом месте была тоже крепость, башня такая староживая. Но от неё уже ничего не осталось. Хорошо тут наверху. И здесь солнце дольше задерживается, чем внизу. Вот этот сарайчик. Так, здесь вот даже есть вода. Собрали торбочку каштанов. Сколько тут, котик? Килограмма два? Хватит пока. Решили попробовать. Если нам понравится, приедем ещё, соберём. Всё, едем домой. Всё такое огромное стадо барашек. Витя говорит, что тысяча штук здесь, да, котик? Да. Право никого. Продолжение следует...